Сегодня у нас с вами 13 группа периодической системы Менделеева. Я пользуюсь широким вариантом таблицы Менделеева, который теперь рекомендован нам ИЮПАК. Итак, 13 группа. Бор, алюминий, галлий, индий, талий. Бор, алюминий, галлий, индий, и талий. Нечетная группа, поэтому этих элементов относительно четных соседей меньше. Получилось в результате нуклеосинтеза. Их распространенность контролируется еще дополнительными факторами. Ну, давайте посмотрим на распространенность этих элементов. Бор, его очень мало получилось вообще при нуклеосинтезе. Кроме того, Бор чрезвычайно сильно взаимодействует с нейтронным излучением, поэтому Бор выгорает. Как, впрочем, и его ближайшие соседи, ну, с той стороны, Литий и Берильдий. У Бора также минимум распространенности, хотя он такой легкий элемент. И в сейхандритах мы увидим 0,087 ппм Бора. В примитивной мантии Земли, ПМ, Бор, хотя Бор является летучим компонентом, тем не менее он несколько сконцентрировался, примерно в той же пропорции, что и все остальные компоненты, которые не вошли в ядро. 0,3 ппм Бора. И верхняя часть континентальной коры. Здесь Бор сконцентрирован весьма сильно относительно мантии, 17 грамм на тонну Кларк Бора в земной коре. Это связано с его летучестью. Бор относится к избыточно летучим компонентам, так же как галогены, он вынесся из мантии, в основном не в результате магматического процесса, а в результате дегазации мантии. Ну алюминий, его гораздо больше, чем Бора. И, собственно говоря, в хондритах 0,87%, ну почти 1% алюминия. И, конечно, вы прекрасно понимаете, что в мантии Земли он весь и перешел из метеоритного вещества. И здесь его 2,35% в мантии и 7,75% в верхней части континентальной коры. Глинозем обогащает континентальную кору, недаром она называется сиолическая. Кремний и алюминий – главные компоненты сиолической коры. Алюминий не летучий, поэтому преобразование Земли никуда не делся. Вот он, видите, в мантии. И он обогащает земную кору. Почему? Мы еще поговорим. Ну, следующий галлий. Его в углистых хондритах 10, в примитивной мантии 4 и в земной коре 14 ппм. Галлий – сидерофильный элемент. В метеоритах он, в отличие от алюминия и бора, которые литофильные. Это литофильные. Фильные. Они находятся в виде кислородных соединений. Галлий – сидерофильный. Мы найдем в метеоритах его в составе железной металлической фазы. Индий, Италий – холикофильные. Они испытывают высокое сродство к серию. Так что, видите, свойства, геохимические свойства элементов в этом ряду меняются. И вы видите, что произошло с галлием. Почему его в мантии меньше, чем в метеоритах? Потому что он ушел в ядро. Как и другие сидерофильные элементы, он ушел в ядро, и поэтому его здесь вдвое меньше, чем в метеоритах. Хотя должно было бы, по идее, больше, если бы не ушло. Но, тем не менее, галлий обогащает земную кору, накапливаясь в магматических расплавах относительно алюминия. Ну, и Инди – очень редкий элемент. Его в метеоритах 0,08, в мантии – 0,11, и континентальную кору он не обогащает – 0,061. Примерно равномерное распределение. Индия. Таллия – 0,14, 0,0035, и в земной коре – 0,75. Мантия потеряла таллий при акреции земли, он летучий компонент. Ну, в общем, так же, как примерно и Индий. И здесь не разберешься, какая доля этого компонента ушла в ядро, какая была потеряна при акреции. Но вы видите, что эти хликофильные элементы, они немножко по-разному обогащают земную кору. Ну, собственно говоря, группа очень такая характерная. Вот в ней меняются таким образом свойства, что типичные литофильные элементы сменяются сидорофильными и хликофильными. Ну, и мы с вами будем сейчас рассматривать эти элементы по одному. Ну, начнем мы с геохимии Бора. Геохимия Бора. Бор – это литофильный, как я уже говорил, элемент. И главное его соединение – это Бор-H3, Бор-О3. Это орто-борная кислота. и продукты ее поликонденсации, разнообразные Бораты. Вот по своим способностям образовывать полимеры, Бор и Борная кислота, наверное, превосходят даже такого чемпиона, как кремний. Вот силикат и класс обширный, где множество разнообразных кристаллографических структур, образованных поликонденсатами кремниевой кислоты. А вот Бор тоже обладает этими свойствами. Ну, кроме того, у него есть еще и две координации. Это H3, Боро-3 в координации 3, координационные числа 3 и координационные числа 4. 3 – треугольник, 4 – тетраэдр. И отсюда возникает возможность образовывать не только поликонденсаты из одних тетраэдров, а из смеси треугольников-тетраэдров. И получается огромная возможность для различных структур. В природе, конечно же, все эти структуры не реализуются. Понимаете, почему? Потому что Бора слишком мало в природе. И далеко не во всех обстановках он вообще проявляет себя геохимически. Мало Бора. Вот если бы его было как кремния, то, конечно, минералогия у него тоже была бы очень богатая. А так, Бораты – это обычные синтетические кристаллы, которые очень любят выращивать кристаллографы, потому что там действительно богатство. Богатство структур. Обязательно вырастет новая структура. Правильно? Совершенно верно. Но в природе это не реализуется. Хотя известно примерно 240 минералов у Бора для такого малораспространенного элемента. Это много. И там, конечно, и три, и четыре, и три-четыре Бораты представлены в большом количестве. Основной чертой геохимии Бора является его летучесть. Он, ну, борная кислота, весьма подвижна в водяных парах. И на многих вулканах прям-таки выпадает из газовой фазы в виде Борной кислоты. Борная кислота взаимодействия с породами получается Бора, то есть тетраборат натрия, ну и все прочие Бораты. Помимо того, что сама Борная кислота, она летучая, есть еще и Борфтор-3, это газ. Это дополнительно придает летучее взаимодействие с Тором, так же, как и у Кремния. Борфтор-3, это газ. И образует соли типа авагадрита, когда там калий, рубидий, борфтор-4. Авагадрит. Тоже минерал, который можно найти на отложениях фумарольных полей современных вулканов. В результате во внешних оболочках Земли Бора больше, чем могло быть вынесено всеми магматическими горными породами. Поэтому Бор называется избыточно летучий компонент. так же, как вода, так же, как галогены. Они вынесены не в виде магматических расплавов, а в виде газов. При первичной дегазации Земли. Ну и сегодня, конечно, нас интересует чрезвычайно поведение Бора, потому что это оказался очень интересный элемент. Ну, в данном случае его, так скажем, ювенильный источник это вулканы. Затем борная кислота весьма легко растворима. Поэтому бор вымывается, сорбируется глиными. И, собственно говоря, попадает снова в эндогенный цикл. Таким образом, происходит цикл Бора в природе. О нем мы еще дополнительно поговорим. Что там и как устроено. Главное. Значит, в магматическом процессе Бор ведет себя как летучий компонент, накапливаясь вместе с прочими летучими. в остаточных расплавах там образуется флюидная фаза. Такая очень странная. Иногда называют ее гель-фазой. Потому что то, что мы видим во включениях, непонятно, что это. Жидкость, не жидкость. В общем, какой-то студень. Причем он состоит из кремнезема, глинозема, бора, фтора, воды в большом количестве. И, по всей видимости, вот этот самый, эта самая гель-фаза, это и есть то самое, из чего получились потом пигматиты. То есть пигматиты, ну, вы знаете, пигматиты, крупнозернистые породы, и даже гиганты зернистые, гиганты кристаллические, они образовывались из какого-то расплава, чрезвычайно обогащенного летучими. Вот последнее время этот расплав нашли, идентифицировали, и он действительно очень богат бором. А бор вообще используется, например, при изготовлении стекла, боратные стекла, для понижения плавления, температуры плавления стекла. Бор используется довольно широко. И здесь, по всей видимости, тоже этот элемент, он понижает температуру плавления. И это очень интересная фаза. Ее следует изучать. Но трудно. Она очень необычная оказалась. Это гельфаза. Ну вот по всей видимости, причем концентрация силиката там получается процентов 30. Воды тоже примерно процентов 30. Такая очень забавная фаза. Вот. И бор здесь играет очень важную роль. Затем гидротермальный процесс. В гидротермальном процессе у Бору есть главный минерал. Любимый минерал Бакшеева. Турмалин. Турмалин, да. Ну, действительно, турмалин чрезвычайно устойчивый во многих обстановках. у него большой изоморфизм, что позволяет использовать его индикаторные особенности. Ну, просто красивый драгоценный камень, в конце концов. какой-нибудь лебоид. Вот. Турмалин. Устойчивость турмалина в гидротермальном процессе довольно большая. Ну, и, в общем, практически с этим и связано его поведение. Хотя, есть скарны. В скарнах там бараты, даталит, донбурит. Есть железистые, ну, вот эти странные месторождения железной руды в типа Коршуновского месторождения в Сибири, где железо переносилось в виде очень высоко, ну, даже, можно сказать, раствор расплавных фаз, получившийся при внедрении базальта в соли. И бор, конечно, там тоже присутствует, там людвигит. Борат. Собственно говоря, дальнейшая история Бора связана с его накоплением уже в водоемах, где он сорбируется глиными и десорбция с глин приводит к образованию рассолов и вообще в вод с высокими содержаниями Бора. Нефтяные воды часто содержат много Бора. Это десорбция с глин. В эвапоритовом процессе боратные минералы, как правило, образуются, когда на них воздействуют гидротермальные растворы, там образуются тоже бораты. И это, наверное, главный источник Бора для промышленности. Бор накапливается в почве и, в общем, нужен растениям. органических форм Бора в клетках не установлено. Никто не знает, какую именно молекулярную форму он выполняет, но при дефиците Бора плохо образуется хлорофилл и возникает у растений болезнь, связанная с побелением листьев. Вот механизмы этого не вполне установлены, но это такой факт, поэтому Бор входит в состав микроудобрений тех самых минералов, по которым говорят в рекламе. Ну, хорошо, значит, мы с вами, чтобы посмотреть на геохимический цикл Бора, должны познакомиться с его изотопами. У Бора два изотопа, соотношением один к четырем. Это одиннадцатый и десятый Бора. Значит, природные смеси десятого Бора девятнадцать и девять процентов, одиннадцатого Бора восемьдесят и один процент. Ну, и стандарт это борная кислота, выбранная в бюро СРМ стандарт материал девятьсот пятьдесят один и здесь соотношение с допов Бора составляет ноль ноль целых двести двадцать двадцать четыре семьдесят три. Это стандарт СРМ используется для того, чтобы изображать составы всех природных боров всех природных составов. Как изображать относительно этого самого стандарта СРМ? Стандарт СРМ получился не очень скажем ну вот такой получился. Но тем не менее главный процесс, который происходит и приводит к фракционированию изотопов Боронов в природе это процесс смены координации. Меняется координация и меняется изотопный состав. А меняется координация за счет того, что Борная кислота на самом деле Льюисовская кислота она диссоциирует не как отщепление протона а водные растворы Борной кислоты очень слабые. Они диссоциируют таким образом образуется Бор УАЖ в четверо с минусом плюс АЖ с плюсом. И в этой связи получился очень большой сдвиг. Оказалось, что эта самая Борная кислота, которая сорбируется, она чрезвычайно обогащена десятым изотопом Бора. А вот недиссоциированная форма обогащена одиннадцатым. Это один из таких очень сильных фракционирований. Даже это фракционирование было измерено без всякого масс-спектрометра просто потому, что константы диссоциации Борной кислоты сделаны из одного изотопа и из другого существенно различаются. И это можно померить. И, собственно говоря, это слабая кислота, но в морской воде, где PH 8,5 это гидрокарбонатный буфер PH 8,5 и присутствует заметная доля вот этого диссоциированного комплекса. Примерно 15% его, 10-15% этой формы. И эта форма в отличие от незаряженной Борной кислоты она сорбируется. Она сорбируется алюмосиликатами. Причем эта сорбция она такая очень специфическая. Это связано с тем, что хотя Бор редко способен замещать кремний или алюминий в алюмосиликатах, но тем не менее когда речь заходит о глинах, они очень сильно сорбируют Бор и необратимо. Механизм этого не очень понятен, но в целом вот таким образом у нас Бор сорбируется. К чему это приводит? К тому, что легкий Бор оказывается вовлечен в морские осадки, а тяжелый накапливается в остаточной морской воде. И мы с вами можем нарисовать цикл Бора на Земле, который связан с тектоническим циклом и в этом цикле все видно. Вот здесь у нас льдино-океанический хребет, океаническая летосфера, зона субдукции, зона субдукции, слэп пошел. Здесь у нас островная дуга или активная континентальная окраина. Представляете себе картинку, да? Здесь у нас океан. океан и задуговой бассейн. Здесь вулкан, активная континентальная окраина. Ну, здесь морские осадки и аккреционная призма, где эти осадки накопились. Морская вода. Морская вода. В ней содержание 4,5 пи-пи-ем бора. А изотопный состав плюс 35,5 промилля, обогащенный 11-м изотопом. Вот он. Соответственно, в осадках, вот в этих самых осадках, мы увидим 80, 160 пи-пи-ем бора. А изотопный состав этих осадков минус 7, плюс 7. Вот в этих интервалах лежат значения для пи-пи-ем осадков. Но откуда же берется первичный бор? Если мы посмотрим из мантии, вот он поступает в срединно-океанические хребты, то здесь бора меньше полутора пи-пи-ем и дельта 11-б для мантии оценивается как минус 4 промилля. Мантия минус 4 промилля. Ну и самое интересное начинается там, где океаническая кора погружается под континентальную. Здесь начинается дегидратация под воздействием высоких температур. Флюиды, выделяющиеся сюда вверх, генерируют магму и вот здесь бор, заключенный в этих самых осадках, оказывается высвобожден и флюиды вот эти дают содержание бора в вулканитах от 60 пи-пи-ем на фронте ближе всего к жёлобу. А по мере удаления от жёлоба содержание меняется и составляет 3 пи-пи-ем. Изотопный состав меняется минус 7 и 3 на фронте а туда плюс а плюс 7 и 3 минус 7 и 3 в тыловой зоне. 3 ну и наконец ну как бы первичное всё-таки давайте мантию напишу мантия всё-таки дельта 11b всё-таки минус 10 трамилля. Это не обеднённая мантия а вот самая такая главная мантия. Ну есть ещё один источник захвата бора из морской воды это серпентинизация. Когда происходит серпентинизация океанической коры то образуется серпентин и изменённая океаническая кора тоже довольно сильно захватывает бор его может быть концентрации в изменённых базальтах доходить до 100 пи-пи-м. Но изотопный состав вот такого бора будет соответствовать морской воде то есть он будет тяжёлый поэтому здесь возникает очень интересная картина. Ну и собственно говоря глины попавшие в зону субдукции осадки и этот бор вот здесь начинается дегидратация и разрушение разных минералов и разные формы бора выходят при разных температурах к чему это приводит это приводит тому что для островной дуги если мы здесь нарисуем дельта 11b а здесь нарисуем глубину сейсмофокальной зоны помнишь такое сейсмофокальной зоны или зона беньёфа ну вот она это то самое место где происходит основные землетрясения в зоне зоне субдукции это зона беньёфа вот собственно говоря глубина этой зоны вот нарисована здесь этой линии поэтому здесь будет глубина зоны беньёфа и мы увидим что для всех для всех такие картинки в зависимости от скорости погружения ну здесь примерно ноль здесь плюс плюс семь здесь минус семь и здесь будет скажем курильская гряда анды везде мы видим что чем глубже зона беньёфа тем более легкий поступает к нам бор и это очень важно это показывает процессы магмогенерации вот здесь ну не магма флюидогенерации погружающиеся погружающиеся плите и там турмалин разлагается получается флюид содержащий много бора и по бору вы легко отличите по содержанию бора те базальты которые образовались в зоне субдукции вот тех базальтов которые образуются в зоне рифта просто по содержанию бора здесь существенно более высокие концентрации а видите для морбов это на самом деле морб у нас базальтов льдино-океанического хребта содержание бора ничтожные и изотопный состав его напоминает нам о мантии поэтому вот этот цикл очень важный является очень важным доказательством тектонических циклов и таким образом бор работает ну вот на этом пробор можно прям много много можно чего рассказать ну давайте закончим пробор и у нас алюминий геохимия алюминия это составы ну то есть линии это точки которые ложатся на эту линию отдельные анализы для разных базальтов из вот этой зоны мы же вот здесь находимся здесь у нас мельче зона беньёв и здесь глубже здесь отобрали базальты и видим что есть некоторая зональность по затопному составу бора здесь аж курильские стоят это курилы анды ну я к примеру говорю не показываю вам реальную картину этого в виде презентации вот нарисовал несколько примеров зон субдукции почему такие такая разница получается потому что в зависимости от скорости субдукции по-разному нагревается вещество субдуцирующее и у него получается разная термальная история поэтому формы минералы содержащие бор разлагаются немножко по-разному ну хорошо биохимия алюминия ну про алюминий вот не могу рассказать ничего как пробор красивого изотопного потому что у алюминия всего лишь один изотоп стабильный 27 ну может быть вы вспомните про вымерший космогенный 26 алюминий который распался и превратился в 26 магний и даже можете вспомнить где мы найдем эту самую аномалию 26 магния помните белые включения конечно белые включения как самые ранние конденсаты фронтопланетного облака которые сконденсировались при самой большой температуре ну вот на начало конденсации конечно алюминий оказывается очень трудно летучий элемент недаром из глинозема делают самые термостойкие футеровки для печек и так далее но тем не менее даже такой элемент летучий есть загадка связанная с самородным алюминием до сих пор не очень ясно есть ли самородный алюминий в природе потому что иногда находится самородный алюминий как он может образоваться он может образоваться за счет того что в газовой фазе алюминий переносится не в виде молекул алюминий 2О3 при испарении корунда а в виде корунд алюминий 2О3 при испарении образует алюминий О такую газовую молекулу плюс 1 2О2 вот так испаряется корунд образуется такая странная молекула алюминий О да оксид двухвалентного алюминия хотя для этих газовых молекул валентности не имеет большого значения а вот если мы обратный процесс поведем алюминий О возьмем 3 алюминий О то получается алюминий 2О3 плюс алюминий это газ и это газ то есть через газовую фазу мы можем получить самородный алюминий при рекомбинации газовой фазы это эффект известен ну возможно что в природе происходит нечто подобное но алюминий вообще должен вытеснять водород из воды и вы знаете что стойкость алюминия чем объясняется почему металлический алюминий вообще может существовать да оксидная пленка у него оксидная пленка а корунт оксид алюминия очень прочное соединение оно пассивирует поверхность если мы поцарапаем алюминий и нанесем полученную царапину какой-нибудь металл который сделает его жидким обрадусь ним сплав ну например галлий или ртуть то там начнется бурное окисление алюминия и тут же начнут расти цветы из гидроксида можете посмотреть где-нибудь такие опыты он будет действительно вытеснять водород из воды но пленка не дает ему это вот ну пометьте себе про 26-ой алюминий как вымерший изотоп да пометили ну собственно говоря алюминий безвычайно важный элемент слагающий земную кору почему так много алюминия в земной коре почему такие и плагиоклазы полевые шпаты вообще главные минералы нашей земной коры почему так смотрите где образуется континентальная кора вот здесь вот она образуется вот здесь и выплавление плавление вот этой мантии за счет флюида приводит к тому что фигуративная точка эфтектики сдвигается в область более глиноземистых составов и у нас возникают не базальты классические а известково щелочные базальты которые быстро сменяются андезитами они быстро эволюционируют и быстро становятся кислыми породами и вот именно это и определяет свойства континентальной земной коры континентальная земная кора соответствует в среднем вот этим андезитам то есть земная кора континентальная прирастает за счет зон конвергенции активных континентальных окраин островных дуг и так далее там где происходит субдукция То есть, континентальная кора образуется в два этапа. Сначала образуется кианическая кора, которая потом суддуцирует и образует уже вещество континентальной коры. И особенности вот этого процесса выплавления, обогащенность алюминием, окисленность железа. Железо уходит в магнетит, поэтому это маложелезистые. Ну и большое количество летучих определяет и дальнейшую эволюцию состава земной коры. Алюминий две координации, как вы знаете. Он может быть в анионной части в виде тетраэдра, в катионной части в виде октаэдра. Ну и в свое время была мысль такая, что изменение координации алюминия является важным способом передачи энергии. Ну, поскольку в углинах и в полевых шпатах координация алюминия разная. То есть полевые шпаты выветриваются. В полевых шпатах там какой алюминий? Какой? Тетраэдр, да. А в глинах? Ну, тетраэдр тоже бывает, но в основном это октаэдры. И вот получается у нас полевые шпаты на поверхности выветриваются, превращаются в глины. Глины потом снова оказываются в недрах земли и на самом деле тем самым передается некоторое количество энергии солнца в самую глубину земли. Это идея Урусова, но не знаю насколько она правильная. Но тем не менее вот такая координация. Очень много минералов алюминия, очевидно. Самое важное для черта поведения глинозема это то, что алюминий элемент гидролизат. Очень плохо растворимые гидроксиды. Алюминий дает плохо растворимые гидроксиды. И если мы посмотрим на зависимость растворимости оксида или гидроксида алюминия. Ну давайте гидроксида алюминия. Вот PH. Здесь у нас PH. От 0 до 14. Здесь 7. То мы увидим растворимость вот такое гидролитическое плато. Вот так оно выглядит. Здесь логарифм концентрации алюминия в растворе. Мы имеем вот это гидролитическое плато с очень низкими растворимостями. Кроме очень кислых вод и очень щелочных. Ну прям таких, которых в природе не бывает. Только там алюминий в существенной степени может приноситься в водных растворах. И вот что мы видим. Значит, два главных элемента земной коры. Алюминий и кремний. Их разделение чрезвычайно важно. Где это разделение происходит? Ну вот ультракислые вулканические воды. Где PH? Вот я лично мерил отрицательные значения PH. Бывает PH отрицательное? Ну, конечно, бывает. Поскольку по определению PH это минус логарифм активности ионов водорода в растворе. То понятно, что такие концентрированные кислоты имеют отрицательный PH. Когда и активность водорода оказывается больше одного. Очевидно. Ну, вот такие бывают. И там действительно очень много алюминия. И остаются... А что из порода все вымывает? Что остается? Кремний. Образуются так называемые вторичные кварциты. Кроме того, ну, нейтрализация этих растворов приводит к образованию гидроксидов алюминия, железа и других элементов. Это происходит там, где эти кислые речки впадают в море, например. Ну, второй случай разделения алюминия и кремния, это, собственно, бокситы. Это процесс выветривания. Почему возникает разделение алюминия и кремния в процессе выветривания? Вот я нарисовал здесь картинку для растворимости. Почва где-то вот здесь находится. Алюминий неподвижен. А как будет выглядеть на фоне этого графика растворимость кварца? Кварц, напомните, да? Кварц, СО2, кремниевая кислота, ничего, слабая кремниевая кислота. А мы увидим, что растворимость кварца выше. Ну, здесь она вот так зависит, а где-то после девяточки начинает расти. То есть, кислота. Это, получается, растворимость СО2, а это растворимость алюминий ООН. Какого-нибудь диаспора. И вот эта область, вот эта область, сильно различающаяся концентрации алюминия и кремния в поровых растворах, как раз и есть предпосылка для того, чтобы разделить их, кремния вынести, а в породе остается в основном глинозем, и это бокситы. Главный источник сырья для получения алюминия. Ну, мы с вами продолжаем про геохимию алюминия. Основная, ну, я не сказал про магматический процесс, но здесь вам все понятно. В магматическом процессе наиболее обогащенные алюминием это щелочные породы. Породы, стоящие из полевого шпата, нефелина. И в целом эти породы, нефелиновые сиениты, тоже можно использовать в качестве сырья на алюминии, но делается только в нашей стране на одном единственном местраждении. Большая часть алюминия добывается из бокситов. Бокситы главное, чтобы в них было меньше, как можно меньше кремнезиома. Ну, а дальше алюминий растворяется в щелочных растворах, вот в этих щелочных растворах. В них не растворяется железо, которого много в бокситах, трехвалентное железо. Так производится разделение алюминия и железа, и потом из щелочных растворов алюминий осаждается в виде гидроокиси, которое потом превращается уже в авториды, в искусственный креолит, креолит, из которого добывается алюминий при помощи электролиза. В электролизе используются угольные электроды, которые горят. Ну, и, может быть, вы знаете город Красноярск. Почему там сосредоточено алюминиевое производство? Много дешевой электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями. Но вот эти горящие электроды, сделанные из кокса, а кокс содержит много всякой гадкой органики еще помимо углерода, эти коксовые электроды приводят к тому самому выбросу и черному небу над Красноярском. Давно бы надо им перейти на графитовые электроды, но это дороже, тогда выбросы бы сократились. Так что, добыча алюминия, это чистой воды, нужна только энергия, и мы получаем алюминий. Поэтому здесь даже не важно, где взять сырье, многие наши алюминиевые заводы работают на привозном сырье, которое привозят из Африки. И это получается все равно рентабельно, потому что самое важное, где взять дешевую электроэнергию. При выветривании алюминий, как плохо растворимый гидролизат, мало накапливается в воде. В речном стоке алюминий главным образом переносится во взвесе, но иногда случаются некоторые неприятности, связанные с алюминием. В районах, где производят переработку и обжиг сульфидных руд, ну, у нас это там Норильск или Печенга на Кольском полуострове, где добывают никелевую руду и обжигают ее, то там в... ну, сера, куда деваться? Сера выбрасывается в атмосферу. Там, конечно, стоят ловушки, пытаются удержать серу, поймать ее, но все равно много сернистого газа оказывается в атмосфере. Это приводит к тому, что сера в атмосфере окисляется, то есть серные кислоты вымывается дождями и идут так называемые кислотные дожди. Может быть, слышали про такое явление. А как это связано с алюминием? Вот было отмечено, что в областях, где идут кислотные дожди, но нет карбонатов в почвах, а это щиты в основном, поэтому касается это и Кольского полуострова, и Канады, где тоже производство большое, то там пропадает рыба в озерах. Стали разбираться, что с рыбой. Оказалось, что повышение, вернее, понижение PH, и так эти озера достаточно кислые, в них много органических кислот, но когда к ним добавляют еще серные кислоты, начинается выщелачивание алюминия, растворяются алюмосиликаты, и содержание алюминия резко увеличивается. И оказалось, что жабры рыб этого не выдерживают. Таким образом, алюминий в воде оказывается таким компонентом, который токсичен для рыб. Поэтому нужно стараться всю серу уловить и не выпускать ее в атмосферу. Биологическая роль алюминия, ну, скажем, для человека неизвестна. Много спорят по этому поводу, и в свое время была теория, что акселерация у поколений, которые ели алюминиевыми ложками, связана с тем, что поступает алюминий. Неизвестно. Вообще говоря, малобиодоступный элемент, и вы можете спокойно есть гидроксиды алюминия. Это прекрасные сорбенты, и, в общем-то, никаких проблем они не создают. Но вот какие-то есть особенности, связанные с тем, что алюминиевую посуду постепенно выводят из оборота. Ну, и она, короче говоря, они вполне хорошие. Хорошо. Следующий галлий. Геохимия галлия. Галлий очевидный геохимический аналог алюминия. Значит, в отличие от алюминия галлий, фидорофильный элемент, он накапливается на железной фазе метеоритов и используется для классификации железных железных метеоритов. Но, в целом, галлий образует его связи, так называемую галлиевую звезду. Ну, вот здесь алюминий, галлий, Инди, здесь цинк, и здесь Германия. Вот эта галлиевая звезда показывает все связи, важнейшей из которых является связь галлия и алюминия. В мантии и в земной коре, где, ну, даже, скажем, где нет никакой металлической фазы, галлий проявляет преимущественно литофильные свойства, являясь геохимическим аналогом алюминия. Галлия гораздо меньше, чем алюминия в тысячу раз, поэтому он изоморфно рассеивается среди алюмосиликатов. Все алюмосиликаты содержат то или иное количество галлия. В магматическом процессе галлий накапливается относительно алюминия при дифференциации магматических расплавов. Поэтому галлия-алюминиевые отношения используются для классификации таких, ну, для выделения таких гранитов А-типа. Слышали про граниты А-типа? Ну, они, это, я так и не понял, откуда взялось там А-анхидроус или какие они безводные. В общем, это сильно дифференцированные граниты, в которых галлия накопился относительно алюминия. Поэтому и в земной коре вы видите, что галлия несколько больше, чем в мантии. Он накапливается относительно мантии в земной коре. Это его способность дифференцировать в магматических расплавах. Вторая связь, менее очевидная, чем с алюминием, у галлия с трехвалентным железом. Действительно наблюдается, что биотиты, амфиболы, особенно на поздних стадиях, содержат много галлия, где он замещает трехвалентное железо. Йонные радиусы допускают, но там немножко разные типы связи, поэтому это не такое сильное. И третья связь галлия, это его холикофильные свойства. галлия входит в состав сульфидов, что совершенно не характерно для алюминия. И главный минерал-концентратор галлия в гидротермальном процессе, вот он, элемент написан слева, это сфолерит. Сфолерит содержит много галлия, собственно говоря, галлий и был открыт в сфолерите. Он был открыт не в минералах алюминия, где его мало, а в сульфиде цинка, где он сильно отличается по химическим свойствам от цинка. Поэтому он и был открыт и назван таким образом Лекок де Бордон открыл его. И вот галлий и германий два элемента, которые составили славу Дмитрию Ивановичу Менделееву. Менделеев предположил, что расставляя элементы и так и сяк по своим свойствам, что пропущены есть неизвестные науки элементы. И вот галлий это эко-алюминий, а в Германии эко-силициум. И, собственно говоря, опубликовав свою табличку, а недавно мы праздновали 150-летие, наверное, да, таблицы Менделеева. В общем, какой-то юбилей такой, юбилей большой таблицы Менделеева. И вот буквально через два года после публикации таблицы Менделеева были открыты предсказанные им Галлией и Германией. И, конечно, это сделало этот периодический закон очень важным и всеми воспринятым. Собственно говоря, еще вот эта важная часть это халькофильные свойства Галлия. На земле есть несколько месторождений, где наблюдается уникальное аномальное обогащение Галлии руд. Сульфидных руд, в общем, похожих на колчеданы. Это свинцово- цинковые, ну, медно-цинковые месторождения в Африке, там, в Намибии. И такое месторождение, которое называется Цумеб. Месторождение Цумеб. Цумеб. Услышали про такое месторождение? Нет? Это труба, заполненная блекцией, сульфидной блекцией, расположенная в известняках протерозойского возраста. То есть это был такой прорыв гидротермальных флюидов наверх. Событие термальное отбивается внедрением базальтов в эту осадочную толщу. Ну, вот, что интересно. Если мы посмотрим изотопный состав серы месторождений Цумеб, то мы увидим, что Δ34С 20 30 плюс 20 плюс 30 промилля. Что это означает? Это означает, что это серо эвапоритов. Это остаточная серо-морской воды, получившаяся из ангидрита. И действительно там есть ангидритовые толщи, через которые проходил самый флюид. При этом там есть органическое вещество, и такое термальное событие приводило к тому, что ангидрит взаимодействовал с органическим веществом, и получался сероводород. Вот он, собственно говоря, сейчас потом отложил руды. И в этих рудах аномальные содержания очень высокие. Галлия, Германия, Индия. Вот нас сейчас интересует галлий. Галлий там образует даже собственный минерал галлит, хотя для галлия, как спутника алюминия не очень бедная минералогия. Он рассеялся среди алюминия, ему не дали возможности образовать собственные минералы. И всеми прочтим минералы галлия именно оттуда, из Цумеба. Почему? Спрашивается. Стали изучать формы переноса галлия в гидротермальных растворах и выяснилось, что у галлия в отличие от алюминия есть хлоридные комплексы. Вот такие. Галлий хлор 3 с ноликом, галлий хлор 4 с минусом, галлий хлор 3, галлий хлор 4. Хлоридные комплексы. Точно такие же хлоридные комплексы являются доминирующими формами переноса для медицинка и свинца. Но у галлий они менее прочные и они могут образоваться только если флюид был соленый и кислый. Что собственно говоря и случилось при образовании месторождения ЦУМЕП. Вот это нам удалось установить и стало сразу ясно почему галлий прибавился к этой компании металлов переносимых хлоридными комплексами. Может у него тоже есть хлоридные комплексы. А вот алюминия не образует прочных хлоридных комплексов. И вот происходит разделение галлия и алюминия. Ну вообще говоря не только здесь но и все колчеданные руды мы найдем галлий в количестве десятков ппм до сотен ппм в сфолерите для оловянных руд станин обогащен галлием на любых месторождениях. И это подчеркивает халькофильные свойства галлия. Но галлий добывается не из фолерита. Галлий добывается из бокситов. В корево ветривании галлия ведет себя подобно алюминию. Вместе с алюминием такой же элемент гидролизат но галлий лучше растворяется в щелочных растворах чем алюминием. В связи с этим если мы перерабатывая бокситы будем производить подкисление щелочного раствора чтобы выпадал глинозем аккуратненько ну скажем подкисляя его при помощи углекислого газа то мы можем добиться ситуации когда алюминия садится а галлия останется еще в растворе. И собственно говоря весь галлий сколько нужно может быть добыт при переработке бокситов. Другого источника нам не нужно. А тот галлий который добывался в Цумебе так и лежит там в отходах производства в виде шлаков металлургического завода никому он не нужен. А зачем нужен галлий? Зачем нужен галлий? Сколько нибудь в товарном количестве ну на самом деле есть несколько назначений галлий очень легкоплавкий металл у него температура плавления близка к температуре человеческого тела поэтому он особенно если не очень чистый то плавится в руках и образует жидкие эфтектики скажем с Индием и с другими металлами поэтому довольно часто галлиевые эфтектики используют в качестве теплоносителя он безопасен к тому же вот галлий индиевую эфтектику это жидкий металл как ртуть не так уж и много у нас жидких металлов есть и второе это арсениды нитриды галлия это полупроводники и сегодня особенно нитрит нитрид галлия является основой для светодиодных ламп он вообще светит синим цветом этот самый переход светодиодный но его покрывают специальным составом который конвертирует его в видимый приятный глазу цвет ну то есть все вы видели светодиоды как выглядят и вот в основе его находится кристалл нитрида галлия ну есть несколько типов светодиодов я сейчас говорю конкретно про синий светодиод такой он слегка даже в ультрафиолете светит это свет из разных материалов разные переходы дают разные излучения причем оно когерентное поэтому это по сути лазер ну и на основе нитрида ну еще даже до этого арсенида галлия был разработан мощный светодиод ну правда с не очень хорошим таким синим даже ультрафиолетовым излучением но его покрывают люминофором который конвертирует это излучение в более приятную нам сторону свет так вроде все я про галлии рассказал галлии про цум я рассказал так тогда Индии Индии один из наиболее редких элементов в земной коре Индии был открыт спектральным методом о чем говорит его цвет который он придает пламени индиго и собственно говоря открыт он был в сфолерите Индии повторяет галлии только еще в большей степени в его халькофильных свойствах Индии уже не может замещать алюминий в алюмосиликатах трехвалентной и поэтому в основном он рассеивается среди сульфидов Индии входит в сульфиды важнейшими являются сульфиды олова станин халькоперид сфолерид при выплавлении олова из таких сульфидных руд Индии переходят вместе с оловым в металл восстанавливается в виде металла и в основном Индии добывают из рекомплексной переработки ликвационных сульфидных руд вот Норинск дает возможность получить Индия столько сколько нужно Некоторые другие месторождения бывают богаты Индии вот Цумеб один из таких примеров ну и другие месторождения гидротермальные содержат индиевую минерализацию у него минералов побольше чем у галлия поскольку нет такого геохимического аналога такая вот редкость Индии а что такое редкие элементы редкие элементы редко когда их удается определить это пошло из тех соображений что химики очень редко когда могли определить эти редкие элементы поэтому считалось что они не везде есть нет конечно они есть везде просто в очень низких концентрациях у Индии есть очень важное свойство это его летучесть мы используем Индии в качестве внутреннего стандарта поскольку никогда его в образцах не бывает много природных но некоторые образцы попадаются с очень высокими содержаниями Индия это конденсаты высокотемпературных фумарол вот вулканические газы содержат множество много Индия там тоже образуется индиевая минерализация а в растворах его получается прям таки много в этих конденсатах кислых газов вот поэтому вот с Индием такая любопытная история Индии в ICP анализе является обычным элементом который добавляют во все пробы в качестве внутреннего стандарта потому что в пробах его не бывает много и мы всегда можем положить заведомо избыток но если мы анализируем конденсаты вулканических газов то там оказывается Индия своего достаточно много и мы не можем столько положить но для этого можно использовать другие элементы которых мало в природе например рений собственных месторождений Индия нету он получается при комплексной переработке сульфидных руд его основное назначение это Индия очень сильно снижает температуру плавления разных сплавов на основе золота серебра 1% Индия снижает температуру плавления градусов на 200-300 поэтому в случае когда происходит там ремонт ювелирных изделий особенно которые нельзя испортить каких-нибудь музейных экспонатов пользуются припоями с Индием и это может нам дать основания ремонтировали данные изделия или нет Индии также компонент полупроводников хотя используется существенно меньше биологическая роль Индии как и галлия практически отсутствует биодоступность тоже ну и наконец приходим геохимия таллия но сих пор мы с вами говорили о геохимии этих элементов когда Индий трехвалентный галлий трехвалентный алюминий трехвалентный в общем все трехвалентные а таллий нет таллий оказывается в двух ипостасях таллий главная его валентность в эндогенных процессах таллий плюс одновалентный которых которые не характерны для других элементов этой группы а вот в окислительной среде в атмосфере таллий 3 плюс и трехвалентный таллий который окисляет таким до трехвалентного в атмосфере в атмосферных условиях в окислительных то это элемент гидролизат гидролизат и для него справедливо все что я говорил про алюминий про галлий и про индий малая подвижность в водных растворах перенос в основном виде взвеси малая к счастью биодоступность но одновалентный галлий оказывается совсем другим элементом и он оказывается геохимическим аналогом калия близкий по ионному радиусу и начинает проявлять себя вовсе не как трехвалентный а как щелочной металл и в этом виде он способен рассеиваться среди минералов калия в магматическом процессе талий входит в структуру калиевых полевых шпатов слют замещая калий рассеиваясь таким образом по всем породам но здесь проявляется его свойство в летучести одновалентной талии накапливается в конце магматического процесса с фракцией летучих компонентов впрочем калий тоже там накапливается верно тут они снова похожи и в конденсатах вулканических газов мы видим значительные концентрации талия и образования талиевых сульфидов с висмутом и другими летучими компонентами то есть это вулканические газы связанные с вулканами летучесть талия в гидротермальном процессе талия активно переносится гидротермальными растворами и здесь проявляется его отличие от калия он халькофильный элемент и входит в состав сульфидов опять же того же сфалерита и собственно из этих самых сульфидов из сульфидных руд талия может быть попутно извлечен в необходимых количествах одновалентные и трехвалентные талии различаются еще и по биологической активности талии чудовищно токсичный элемент один из таких самых неприятных ядовитых элементов отравления талием очень тяжелые и сопровождаются практически неизлечимые поэтому талий ядовит но трехвалентные причем биологически доступен одновалентные талии трехвалентные талии не доступен нашему организму так же примерно как и остальные элементы а вот соли одновалентного талия представляют собой большую опасность это один из тех элементов которые загрязняют окружающую среду в местах переработки сульфидных руд а он же еще и летучий то есть у него есть много неприятных моментов правда при окислительном обжиге сульфидных руд талии сначала улетучивается но потом все-таки собирается там в золоуловителях и оттуда он может быть извлечен особенно талии не нужен для промышленности и в основном его применение связано ну в свое время были популярны электроды талиевые но сейчас по-моему от них уже отказались практически полностью ну и как все прочие токсичные элементы талии выводят из оборота и жизнедеятельности и таким образом сегодня никаких проблем он обычно не вызывает талии 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 Субтитры создавал DimaTorzok